Здравствуйте! Вы смотрите программу «Мысли вслух», и сегодня мы поговорим о красоте. А именно для чего человеку внешность и почему порой мы готовы изменить себя кардинально. У нас в гостях пластический хирург Андрей Владимирович Яхонтов. Андрей Владимирович, здравствуйте! Гость в студии Андрей Владимирович Яхонтов. Известный пластический хирург «Чебоксар» – действительно член общества реконструктивных, пластических и эстетических хирургов России. Участник ряда российских тематических конференций, съездов и симпозиумов. Заведующий отделением пластической хирургии городской клинической больницы города Чебоксары и ведущий специалист клиник Москвы. Сложился стереотип у большинства, что пластическая хирургия необходима только для того, чтобы изменить внешность. Скажите, в ваших пациентах меняется что-то еще? Ну, во-первых, ничего в жизни не существует только для одного какого-то момента. Потому что пластическая хирургия, в отличие от других элементов, которые меняют внешность, она требует от человека отваги какой-то, борьбы со своим страхом, период восстановления, то есть это боли и так далее и тому подобное, и период ожидания получения результата. Поэтому это достаточно серьезный путь, который сам по себе, в принципе, меняет человека, его психологическое состояние и умственное. Я хотела пригласить наших зрителей к беседе и тоже задавать вопросы, высказать свою точку зрения, для чего человеку внешность, зачем нужна красота и почему мы хотим себя изменить. У нас в гостях очень интересные личности, все профессионалы, все как-то связаны в основном с красотой, да, и не только, абсолютно у нас разная публика. А есть ли какие-то вопросы? Кто-нибудь? Да, я хотела задать вопрос. Я меняю людей внешне, помогаю им меняться. Скажите, пожалуйста, вот когда женщина к вам приходит на изменение, какую-нибудь манипуляцию, она вам говорит, зачем она это делает? Ну, на самом деле, как бы в этой передаче я участвую для того, чтобы, наверное, больше понять, для чего люди делают это. Вот. Я не всегда интересуюсь, зачем, потому что это, ну, часто бывают достаточно личные какие-то мотивы, и не всегда человек понимает, для чего он это делает. У него просто есть потребность это сделать, а истинные причины он сам зачастую о них не знает. Поэтому на вопрос, а для чего вы это делаете, часто можно услышать для себя. То есть человек для себя объяснил, что он делает для себя, а для чего ему для себя это нужно, он сам не знает. Поэтому я не всегда знаю, для чего человек это делает. Ну, например, женщина изменила носик, на этом заканчиваются ее, как бы, манипуляции с красотой. Или это такая цепная реакция, которая начинается, например, с носика, потом идут губы, потом скулы, потом и так далее, и так далее. Ну, бывают люди, у которых есть такое, то, что вы назвали цепная реакция, да, то есть человек делает какие-то последовательные шаги. Вот, бывают люди, которые, ну, действительно, ну, например, человек жил какое-то время, он приобрел с возрастом какие-то недостатки во внешности, и, сделав одну операцию, он понимает, что открыл для себя метод, который эффективно решает какие-то вопросы. А у него этих вопросов пять или шесть, а может, два. И он, соответственно, эти вопросы поочередно решает. То есть в этом случае человек, ну, как бы, его нельзя назвать немножко, как бы, психологически каким-то акцентированным, он просто открыл для себя дело, ну, то есть метод, и с помощью этого решил все вопросы, которые можно решить с помощью этого метода. Вот. Это все равно, что человек пришел в магазин, увидел, о, есть ботинки, купил ботинки, а у меня штанов нет, купил штаны, то есть купил все, что ему было нужно. Другое дело, если человек покупает больше, чем ему нужно. Вот. Екатерина, ваши клиенты говорят вам, почему они хотят изменить именно посредством ваших услуг? Я всегда спрашиваю, потому что мне важно знать мотивацию. Я всегда спрашиваю, к какой цели мы стремимся. Для того, чтобы сделать то, что она хочет, а не то, что я хочу. Я должна быть максимально объективна к своему клиенту, дабы попасть в точку, в цель или превзойти все ее ожидания. Чаще всего, когда мы достигаем вау-эффекта, я начинаю работать с внутренним миром, потому что внешне она не верит, что она красивая. Все говорят, но она еще не созрела. Это такой этап созревания. Каждый комплимент, каждая улыбка ее делает уверенней. Но чем меньше улыбок, она все время сомневается в этом. Поэтому я максимально стараюсь быть рядом, для того, чтобы не было обратного эффекта. Вы вот сразу, извините, перебью, сказали, что она, а к вам мужчины обращаются? Мужчины реже. С мужчинами работать гораздо интереснее. Они проще, они понимают, они видят. И результат их устраивает. Я такой волоски чистый, галстук поглажен, и я хорош. Есть такое? Гораздо все быстрее. Они принимают себя, они видят результат, и они не сомневаются. Они доверяют профессионалу. И, например, мое мнение для них важно. И они видят отражение, им это нравится, и все. То есть они очень быстро принимают себя. С женщинами гораздо сложнее. Вопрос к докторам или кто? Закончил только недавно на доктора. Может быть, раз женщин так тянет на перемены в себе, а мужчин не очень. Может быть, какая-то генетическая зависимость. Есть же вот такая фраза, что только женщина может ходить по магазинам часами и что-то выбирать. Мужчины же так не делают. Может ли это как-то быть на уровне генетики заложено, что нам хочется все время быть лучше и выглядеть лучше и прекраснее? Я очень поддерживаю стилиста, потому что все, что вы говорите, все правильно. Мужчины намного проще. То есть у них по-другому устроен внутренний мир, умозаключение, абсолютно все. Если мужчина может, не может без дела находиться, а женщина нет, ей надо постоянно что-то делать. Женщине нельзя позволять вообще думать. Если она начинает, у нее появляется много времени, и она тратит его на раздумья, то она очень много себе в голове найдет комплексов, сама себе их придумает, сама с ними подружится. И, наверное, нужны эти профессионалы. Нужны к пластическому хирургу. Да, к пластическому хирургу. Ну, естественно, это вот после того, когда она работает, эти комплексы, она уже думает, так, мне нужен пластический хирург. Так, наверное, надо упадить в стилистов. Я понял. Мне надо заставить женщин думать. Мне кажется, некрасивых женщин не бывает. Это все в нашей голове. И идти сразу к пластическому хирургу. Вот я проснулась утром и поняла, что у меня нос не той формы, которую бы я хотела. Надо пойти к пластическому хирургу. Мне кажется, все это не обязательно так кардинально меняться. Я имею в виду операционно. Мне кажется, что достаточно... Ну, сейчас много способов. А косметолог? Да, я хочу как раз сказать, что очень много способов. Даже в макияже можно все это, не знаю, откорректировать, там, форму носа, увеличить себе губы. И я думаю, что именно идти сразу на операцию – это такой шаг. Ну, допустим, я в свои 40 лет, извините, наверное, еще долго не решусь на это. Только потому, что мне не нравятся, допустим, мои глаза. А потом ЭКГ может не позволить. Так все плохо, да? Мужчины почему-то об этом не думают, потому что мужчина толстый, лысый, старый, пузатый. Он востребован. Почему так? Нас меньше. Нас разберут. Вот это проблема. Да, почему мужчины же не задумываются о том, как они выглядят, да? Только потому, что их меньше. Я считаю, знаете, это очень большая проблема современности, что многие девушки не умеют наполнять себя сами ощущением красоты. То есть очень много девушек пытаются найти правду в словах своих мужчин, своих родителей, берут проблемы из детства. Но встать перед зеркалом утром, сказать себе «доброе утро, красавица» – это очень сложно для многих. И для меня это вопрос, почему девушка не может взять себя в руки и не может сама начать считать себя красивой. У меня по утрам эта фраза точно с сарказмом звучит. Я не знаю, я себя считаю очень красивой, почему нет? Извиняем. Мы всегда же прощаем. И вот я как раз согласно с Катериной, она упомянула один раз, что многие женщины сейчас относятся к себе по остаточному принципу. То есть я сначала жена, я мама, я учитель, я не знаю, я работаю, да? И только в последнюю очередь я женщина. Но в современном мире, мне кажется, только те женщины, которые носят в себе состояние красоты и душевной гармонии, чего-то добиваются. Можно еще добавить. Можно еще добавить. Я заметила по своей работе, что в 12 лет, в 15, в 18, в 21, в 27, в 30 и так далее, я могу продолжать бесконечно. Я работаю с совершенно разным возрастом. Самая молодая девочка была у меня, ей было 10 лет. У нее были такие же проблемы, как у женщины в 40. Меня это сначала... Я напряглась, потому что проблема непринятия себя, я некрасивая, говорит она в 10 лет. Ей в классе, наверное, навязали или родители? В 15 лет то же самое, понимаете, поэтому... Нет, родители говорят, что она прекрасна, но у нее... Они при вас говорят, а дом подзатыльники отвешивают. Я не могу сказать. Я говорю только то, что сейчас я проанализировала эту тенденцию. Медиа диктует нам новые эталоны красоты. И если ты не вписываешься в эти эталоны, возникают проблемы. А в школе либо среди нас всегда есть наши эталоны красоты. А где научиться этому? В школе же не учатся в институте ни финансовой грамоте, ни имиджу, ни стилю. Посредством интернета, дай бог, сейчас он есть. А интернет это как библиотека. А там пластический девушек, лист, косметолог. А там красота манекена. Там просто нет красоты. Я считаю, что нужно вот сейчас, как только девочка, подросток слышит в семье, что она считает себя некрасивой, надо сразу отвести либо к психологу, либо к стилисту, либо к визажисту, для того, чтобы подчеркнуть здесь и сейчас, подчеркнуть ее внешность, для того, чтобы девушка увидела, могла сравнить. Это очень хорошо работает. Я там буквально за час из 10-летней, скажем так, девочки уже после консультации выходит подросток. Это только причесать, показать. Да, это может быть где-то затратно. Но это спасает. Это спасает внутренний мир ребенка. И я считаю, что вот как бы это хорошо работает, если сейчас нас смотрят. Мамы, чтобы они как бы взяли за совет. Спасибо. Мне хотелось бы еще мнение мужчины у нас слышать. Он в меньшинстве. Я сейчас скажу. Я вот сейчас тоже скажу. Можно я скажу тоже? Сейчас, слушая Катерину, я на самом деле тоже вспоминая свое детство, я почему-то тоже была недовольна своим внешним видом. Мне казалось, что у меня слишком пухлые губы. Мне казалось, что у меня нос не той формы. Мне хотелось поменять цвет своих глаз. Поэтому, ну с возрастом, когда мне было уже лет 20, я поняла, что на самом деле, что у меня самые красивые зеленые глаза, что у меня самые красивые губы. А кто это сказал, родители или мужское внимание? Нет, мне кажется, я сама как бы, может быть, сама к этому пришла. И я, конечно, не знаю, нужно ли в 10 лет идти ребенку к стилисту. Я не могу сказать, как бы, моему ребенку 14 лет. Я всегда ей говорю, что она у меня самая красивая. Хотя она мне говорит, мама, ты красивее, чем я. Но я говорю, что ты пока еще не в том, ну как бы не расцвела, еще все впереди. Ну, я не знаю, конечно, не задумывалась о том, чтобы в 14 лет повезти ребенка к стилисту. Потому что, да, мне, конечно, не нравится ее спортивный стиль сейчас, такой абсолютно мне непонятный, потому что хочется платьишки, рюшечки, бантики. Это вам хочется, а ей, она себя видит иначе. Поэтому я не пытаюсь с ней ругаться на эту тему, потому что, ну, как бы, у нее свои, видимо, каноны красоты. Чего я? Чего сразу я-то? Вы тоже хотели что-то сказать? Да, хотел, хотел. Просто в 10 лет, в 9 лет гардероб девочек, мальчиков формирует мама. И чаще всего мама делает то, что ей хочется, не спрашивая. Есть мамы, которые спрашивают, а есть те, которые даже говорят, что ты будешь слишком барби. Она навязывает свой вкус. Так вот, я не говорю, что в 10 лет она должна быть у стилиста. Хотя бы у визажиста-парикмахера мама должна найти того человека, который бы мог стать для девочки авторитетом. Вот это самое главное. Неважно, это стилист, это подруга мамы, но та женщина, которая поможет чуть-чуть своим авторитетом, не заглушая эго ребенка, почувствовать себя важной. Вот это... Авторитетом может быть стать какая-то звезда? Мама своей любовью, она иногда просто этого не замечает. Это не проблема мамы и не в укор мамам, нет. Это просто нужно это услышать и такой, чтобы был сразу пунктик. Пока я не забыл, пока я не забыл. Я начинаю забывать. Значит, первый момент из того, что говорили. Что мужчина смотрит на женщину, вот идут две женщины. Одна от стилиста, другая, как говорили, ногти грязные, там с колхоза. На одну он смотрит с этой смыть, на другую эту помыть. Все. То есть вопрос в том, что есть такой момент, что мы считаем, что то, что мы делаем... Я выполняю пластическую операцию. Человек меняет прическу, внешность. Мы считаем, что это меняет людей. В своей практике я могу сказать, что пластическая хирургия вещь гораздо более серьезная, травматичная и тяжелая. И через это проходят люди. И тем не менее, далеко не каждый меняет свою жизнь. Поэтому я думаю, что от того, что мы оденем человека по-другому, как это вот в шоу показывают, да, то есть, одели, вау, классно, у нее появилось ощущение, оно не проходит через всю жизнь. И далеко... Все про жизнь. Да, далеко не всегда мы можем изменить эти вещи. Вот. Это то, что... Вы красивая, завтра на кухне. Или картошку копать. Да. То есть, это вот этот вот момент, мы немножко себя обманываем. Мы думаем, что то, что мы делаем, обязательно сыграет с людьми хорошую шутку. Иногда вообще никакой шутки не происходит. Я совершенно согласен. То есть, с одной смыть, другую помыть. То есть, человек должен быть как бы и ухожен, и не слишком с косметикой, там, тонны, макияжа и так далее. Там же не видно естественной красоты. Я сам за естественную красоту просто. Я не понимаю вот это. То есть, человек должен заниматься спортом, питаться правильно, а не бежать сразу к косметологу и так далее, там подобное. Миллион пластических операций делать. Изначально вопрос был, важна ли девушке внешность женщины. Да, ответили все согласны, что да. Почему? Единственное, потому что ей это необходимо для того, чтобы соответствовать в каких-то моментах в этом обществе, которое такое сложное, все такое трудное. Если мужчины занимаются бизнесом, но для них внешность не так важна, то почему? Они же тоже отвечают за свою жизнь, они отвечают за многое. Почему мужчины не так зациклены в этом направлении? Для чего женщине нужна внешность? Для чего? Для успеха в личной жизни, на работе, карьере, в обществе. Так это мужчине тоже важно. То есть для чего нам нужна внешность и мужчинам, и женщинам, она нужна для одного и того же. Ну почему? Ну не одинаково же, мужчина не зациклен на внешности. Мужчина зациклен на деньгах, женщина старается привлечь эти деньги. На самом деле мы все имеем какие-то мысли, мы все имеем какие-то образы, которые отстаиваем. Но тут момент для меня вообще, уже забыл, что я хотел сказать. С чем я там должен был поспорить? С тем, что человек должен себя презентовать. Что он хочет себя презентовать и поэтому должен выглядеть хорошо. Тут момент такой, что для чего человеку нужна внешность? То есть я почему спрашивал, почему, почему? С моей точки зрения, человек, когда приобретает ту или иную внешность, он пытается тем самым позиционировать себя для какого-то определенного слоя. То есть для категории людей, которые одеты точно так же. Примерно, да? То есть такие губы, они нужны, потому что люди позволяют по внешнему признаку определить, какие приоритеты человек отстаивает. И ему легче найти человека, который схож с ним по интересам. Одежда имеет значение. Просто это все имеет значение. Но приносить себя вот это вот в угоду 21 веку для чего? А я могу? Вы перечислили это сопутствующим. Нет. Но в основном то же самое же сказали, что презентовать себя в каком-то слое общества. То же самое. Хорошо. А я могу продать почку, купить Мерседес и ничего в себе не менять? Меня примут в обществе? У меня Мерседес. А смотря в какое общество вы хотите. Мы опять вообще не о тех темах говорим. У меня была ситуация недавно. Мужная, да. Пришла одна знакомая, она главный бухгалтер. И вызывает ее директора и говорит, Надежда, извините, но если вы не изменитесь внешне, то мне придется с вами попрощаться, потому что я зарабатываю уже большее количество денег, чем раньше. И мне хочется, чтобы мой бухгалтер выглядел соответствующим. Вы мне очень подходите как профессионал своего дела, но внешне вы меня не устраиваете. И женщина, ради того, чтобы остаться на этой работе, она стала заниматься своей внешностью. Она стала стройнеть, она изменилась. Причем у нее, она вот ходила, я даже на самом деле просто приходил человек, и мы с ней случайно разговаривались. Человек может себе позволить какие-то процедуры, элементарно покрасить голову, но она всегда приходила, я всегда удивлялась. Думаю, как вот она приходит, у нее там 50% седины, и мне было удивительно, когда мы с ней разговаривали, и она говорит, вот такая проблема. Когда мы как бы изменили ей цвет волос, сделали макияж, маникюр, человек никогда в жизни маникюр не делал. И она... Какой зарплату? Нет, зарплату не такая, ее оставили на работе. Ну, знаете, человек вышел, у нее глаза блестели. Она когда пришла, у нее были тусклые глаза, она стала улыбаться. Ей захотелось жить, и она на самом деле пошла покорять мир. И она... Она сама мне сказала потом, я настолько благодарна моему директору, если бы он мне это не сказал, я бы так же жила бы, и кухня, холодильник, я не знаю, работа, дом, работа, телевизор, газета, все. И ей захотелось, она стала ходить на фитнес, она стала с людьми общаться, она говорит, мне даже хочется выйти куда-нибудь в кафе, просто, даже просто взять чашечку кофе, посидеть, и просто, чтобы все видели, какая я красивая. Вот, а кто-то выгуливает свой новый нос после пластического хирурга. Нет, нет, кстати, в этом плане очень хороший момент, то, что, вот сейчас вот рассказали историю, у меня есть петличка. Не, давай пока. Хорошо. Вот. Рассказали историю, которая показывает такую вот интересную вещь. Человеку изменение внешности помогло наполнить или сохранить какой-то другой аспект его жизни, да, то есть его работу. Помогла найти какие-то другие аспекты в жизни, то есть там фитнес, общение с людьми. То есть на самом деле, если у человека кроме внешности ничего нету, ему некуда эту внешность вкладывать, как деньги, да, то есть как дивиденды какие-то. А когда человек из одной области своей жизни, например, из области внешности, может ее принести в какие-то другие аспекты своей жизни, это обогащает человеческую жизнь, да, то есть его личную жизнь это обогащает. Он может, опять же, работая, может позволить себе вложить эту работу во внешность, в отношении с людьми. То есть, по сути, как бы, когда у человека есть возможность на что-то распространять свое изменение во внешнем виде, то это, наверное, приносит пользу ему в жизни. А если эта сфера жизни не откликается на его изменения? Если не получается, что с человеком происходит? Ну, этому человеку повезло то, что ее на самом деле направили и дали ей просто зеркало поставили и сказали, ну, просто это вопрос. А как сделать, да, то есть если не получается? Вот человек приходит к визажисту. А если попал к плохому визажисту? Смотрит на себя и не получилось. Иногда бывает так, что человек попадет к плохому визажисту, а жизнь его изменится, потому что он все равно стал чуточку лучше, и ему этого хватило. Это уже шаг. Да, да. А иногда к хорошему пластическому хирургу и получит великолепную операцию, и жизнь его не изменится. И тут вопрос, а что нужно сделать, да, то есть визажисту в своей работе изменить, психологам, пластическим хирургам, что нужно сделать для того, чтобы независимо от того, какой у тебя результат хороший или великолепный, ты мог помочь вот эти вот изменения во внешности, вот этот путь, который он с тобой прошел, как-то привнести в его жизнь, оставить его там, а не так, что да, я что-то когда-то сделала. Мне кажется, на самом деле, вот в сфере красоты нужно быть не только профессионалом своего дела, там, стилистом, визажистом, косметологом, пластическим хирургом, нужно быть просто человеком и психологом, потому что человеку нужно направить. Он изменился, он ушел, а завтра другой, завтра новый день, и человек уходит просто в никуда. Я правильно понимаю, что специалист должен думать не только о своем заработке и удержать клиента, а подумать о его жизни и, возможно, иногда отказать свои услуги? Это уже тоже заработок, потому что человек на будущее, ты уже его программируешь на будущее. В плане того, что он сегодня... Классическому хирургу стоит сказать, что вам не следует делать операцию? Безусловно. Ну, тут... Или ему стоит заработать? Ты у меня спрашиваешь? Ух ты. Не, ну тут момент такой, что на самом деле мы всегда колеблемся между куском хлеба, да, и своей работой. Это же ваш бизнес. То есть легче говорить человеку, что вам не нужно делать пластическую операцию, когда у тебя много работы. И сложнее, когда ты месяц начинаешь работать, у тебя клиентов нет, и зашел человек, ему особо делать не нужно, а ты как-то уже хочешь есть. То есть тут мы всегда колеблемся между материальными какими-то вещами и нашими моментами общения. То есть вот ведь человек, я, например, занимаюсь пластической хирургией не для того, чтобы зарабатывать деньги. Это попутный продукт. Я делаю, потому что мне это нравится, я делаю, потому что на самом деле люди, которые ко мне приходят, они психологически и жизненно очень активны. Они занимают активную позицию, гораздо более активную, чем большинство. Потому что лечь на операционный стол, это жизненная позиция, это дорогого стоит. Не каждый ради каких-то своих ценностей пойдет на такое в жизни. И поэтому такие люди, они на самом деле многому учат. Буквально в 12 лет я думала о себе, как о какой-то неказистой девочке, в которой нет ни таланта, ничего и ни внешности. Я не знала, что мне делать, как мне делать. На распутье находилась. Что подтолкнуло? Самообразование. Самообразование стало большим толчком, который показал мне, что внешность – это второстепенно. То есть не человек, не стилист, не интернет, а что, книги? Книги и занятия с людьми, то есть мастер-классы различные по вступлениям, риторика, артистизм. И я считаю, что внешность – это хорошо. За ней нужно следить. Но главное – внутри человека. То бишь на вопрос, что важнее – книга или ее обложка, вы скажете, что сама книга. Содержание книги. Но купите ли вы книгу с неказистой обложкой? Или, может быть, название книги? Я вот знаю, что Андрей Владимирович тоже выпускает книгу «Меч в ножнах». Да. Какую обложку вы выбрали для своей книги? Хочешь сказать, эротичную, что бы я сказал, да? Затронули, с чего мы начинаем знакомство с человеком, чем заканчиваем, что такое внешность. На самом деле, закончу я тем, что я расскажу про свою обложку. Начну с того, что вообще внешность и самообразование… То есть, на самом деле, вот вы любите писать посты, да, то есть, какие-то свои мысли, да, в соцсетях мы затрагивали тему. Я тоже люблю писать свои мысли. Это тоже внешность. То есть, те мысли, которые вы выражаете в словах – это ваша внешность. То есть, это часть вашего облика внешнего. Те мысли, которые вы сидите и про себя думаете, и та внутренняя красота – это ваше личное достояние. Но как только вы ее сказали, вы создали определенную внешность. И это все средство. На самом деле, нельзя относиться к внешности как к какому-то богатству. Это просто средство, с помощью которого вы можете себя выразить. Когда человек понимает, что он может себя выразить не только внешностью, которая не самая лучшая в мире, но еще какими-то другими средствами – мыслью, делом, то ему становится просто спокойнее жить, потому что и комфортнее, и радостнее. Потому что человек живет для того, чтобы себя выразить для других людей. Даже люди, которые выражают себя негативно в обществе, вплоть до преступлений доходим. Это все способы выразить себя в обществе. Никто не будет бегать и материться. Разве что кокос на ногу упадет, если он окажется на необитаемом острове. Никто не будет краситься. Я должна выглядеть хорошо, потому что это мой богатый внутренний мир. Да ни хрена подобного. Есть люди вокруг, есть люди, которые тебе нравятся, ты им хочешь соответствовать для того, чтобы они тебя воспринимали более легко, для того, чтобы ты их мог, ну, как бы свои какие-то мысли и свои ресурсы мог им передать. А касательно моей обложки и моей книги, обложка важна для того, чтобы человек ее взял, но она должна соответствовать тому, что находится внутри. То есть она должна выражать то, что находится внутри, по той простой причине, что если твоя обложка не соответствует тебе внутреннему, то есть если ты своей одеждой, своим разговором, своими мыслями не показываешь то, кем ты действительно являешься, людям потом с тобой станет дискомфортно и тебе с ними, потому что они к тебе будут относиться не так, как к тебе, а так, как они думают, кто ты есть. Вдруг они приятно будут удивлены? Ну, если это твоя задумка, то пожалуйста. На самом деле, когда я был подростком, я всегда считал, что нужно как бы в первом знакомстве быть хуже, чем ты есть. Потом ты становишься самим собой, и девушка рядом думает, ой, ради меня он стал лучше. То есть вариант... Мужской, да, и не напрягаешься вообще по жизни дальше. То есть вариант, как бы, если это в вами задумано, то да. Но с другой стороны, как бы, если человек, он же берет для чего? Он для чего к вам подходит? Потому что считает, что вы для него интересны. Но если вы не смогли показать в том, как вы выглядите, в том, что вы говорите то, кто вы есть, то, ну, как бы, вам самим будет сложно и людям будет сложно. Потому что они же к другому человеку подходили. Вот. Это касательно обложки и... Вы знаете, что вообще есть самый страшный человек в мире, то есть его признали, Готфри Багума, который восемь раз женат. У него шестеро детей, он очень счастлив и никогда даже не задумывался о том, чтобы поменять свою внешность. И, собственно, восьмая жена тоже вот в своем интервью. Ему сорок семь лет, а ей тридцать. А семь? Остальных куда делись? Инфаркт? Просто нет интернета. Инфаркт Микарда? Нет интернета. Сейчас вот тоже поймала себя на мысли, что мы, вот, косметологи, визажисты, стилисты, мы, глядя на человека, допустим, кому-то хочется его переодеть, кому-то там переделать нос, кому-то откорректировать форму бровей, кому-то, я не знаю, там, поднять скулы, выровнять лоб. Мне кажется, что это просто, я не знаю, или, как сказать, это проблема времени, проблема моды, либо это проблема тех же самых соцсетей. Потому что мода, она меняется, мода, она сегодня одна, завтра другая. И мы не можем под моду кроить свое лицо. Социальный статус, скажем, человека, да, он разный. И почему люди, которые имеют более высокий статус, скажем так, они все-таки более зациклены на своей внешности, нежели люди, которые имеют менее... Ой, я вот наоборот, да. Абсолютно тех, кому совсем не интересно, вот они зарабатывают, и все хорошо, и... Да, у них там тихонькая дача где-нибудь на Мальдивах, и со всем им все равно. Вот что мы можем сделать, чтобы изменить мир, так это просто... Тут, да, хороший ответ, хороший вопрос. Микрофон не отдавай пока. Не отдавай микрофон, я сейчас сам скажу. То есть, с одной стороны, человек говорит, что мы должны помогать людям и менять мир. С другой стороны, человек говорит, зачем? И, кстати, это правильный вопрос. Мы говорим, что мы должны хорошо выглядеть, мы должны быть счастливы, мы должны быть успешными, мы должны... Кем еще быть? Мы должны... Никому ничего, мы еще не должны при этом. Мы... Мы... Да. А мы потом с этим... А у вас нет микрофонов, вас не пишут. Сначала сказали, что... Вот. Потом мы должны... Но вопрос действительно, зачем? Потому что пока мы не знаем, для чего мы это должны сделать, почему мы это должны делать, это все не имеет значения. Мы занимаемся бессмысленными вещами. Мы бессмысленно красивы, мы бессмысленно работаем, мы бессмысленно помогаем людям, потому что не знаем, зачем. Поэтому, да, вот вопрос, зачем? Вот зачем? Вы помогаете отсрочить старость? Не подсказывай. Я спрашиваю. Нет, ты... Это наводящий вопрос адвокат бы сказал. Я далеко просто, поэтому... Переживай. Честно говоря, даже сложно сформулировать, зачем я это делаю. Наверное, это как-то изнутри идет, тяга к какой-то эстетике, красоте, гармонии, в том числе и внешней. То есть... Издревле люди стремились к красоте, интуитивно как-то к ней тянулись. И, как мы сегодня уже говорили, женщине в принципе это свойственно. Хочется, чтобы это было гармонично, в совокупности с внутренним состоянием, с внешним состоянием. Зачем? Для, наверное, собственного комфорта. Для вашего? Для комфорта окружающих. Найти свою среду, где тебе будет комфортно, и людям от тебя будет... Вам дома не накрашенной, в рваной майке, в тапочках? Мне очень даже на работе иногда нравится очень комфортно, не накрашенной. То есть, ну не знаю, ощущение красоты, наверное, привлекло меня в какой-то старт, и вот поэтому я косметолог, я так думаю. То есть влечет? Влечет. Влечет, да. Интуитивно. Не могу, наверное, даже как-то конкретно обрисовать картинку, но... Косметология – это не только какие-то эстетические моменты решает, это и какие-то уже процедуры процедуры именно лечебные оказывает. Поэтому пациенты разные, и с лечебной целью тоже мы, то есть, оказываем помощь и помогаем пациентам уже быть тем, вот кем они хотят быть внутренне. То есть, действительно, это вот все в совокупности, это и вопросы в социуме, когда они могут уже себе позволить, потому что с детства у них порой тоже комплексы в связи с внешностью, особенно с подросткового периода. Есть у меня девочки, которые делали блефоропластику. Они приходят и говорят, я-то вижу их уже с этой процедурой, а они потом признаются мне, я до сих пор не могу себя принять, потому что у меня совершенно другой взгляд. Я как будто не я, да, то есть... И тут, конечно, приходится вот делать, не менять ее, а подчеркивать именно ее индивидуальность. И это важно, важно, чтобы она привыкла к себе. И, наверное, вот лично я ничего с собой не делаю, потому что мне хочется, чтобы люди находили красоту в простых вещах. И я тоже. В простых вещах. А не о глобальном, там, Мерседес или еще что-то, в простых вещах. К сожалению, женщины на самом деле забыли, как бы для чего они родились, скажем так, потому что на самом деле, может быть, в жизни много косметологов, много визажистов и много стилистов, потому что женщина, она должна быть красивой в семье, с детьми. А мужчина? Над этим работаем. Я думаю, что все это придумано, абсолютно придумано, потому что женщина красива, когда она счастлива. Вся наша полемика построена вокруг одного момента, что внешность делается ради кого-то. И обратите внимание, визажист, косметолог, стилисты, психолог, все говорят об одном, что это состояние, прежде всего, внутреннее. И что касается мужчин, мне кажется, что очень мало мужчин уходят только к внешней эстетике. Они уходят к ощущению гармонии, счастья, спокойствия от ощущения постоянной загнувенности и нелюбви к себе. Поэтому, наверное, не стоит воспринимать момент внешней эстетики как момент, который мы делаем для кого-то. Нет. Когда сознание переворачивается, и мы начинаем делать это для себя, тогда за этим появляется все остальное. Слова «кто от кого уходит» на самом деле, мне кажется, что люди не уходят, мужчины не уходят от женщины, женщины не уходят от мужчины. Люди уходят от отношений. От отношений, которые есть между ними. И уходят к другим отношениям, к иллюзии того, что он, как бы, тут он не может эти отношения получить. Он уходит к иллюзии, когда он думает, что он в другом месте может построить отношения. А может и может. Потому что иллюзия важна для того, чтобы начать действовать. Есть такие случаи, когда человек не сам приходит к изменению внешности при помощи пластики. Кто-то его сподвигает. Например, муж ведет свою жену с таким желанием что-то ей изменить. А жена не хочет. И что с этим делать? Упирается. Да, упирается. В косяк. Да. И как это вообще происходит? Это очень такой важный вопрос. И он наиболее, да, такие случаи бывают, но наиболее острое это выглядит, когда мама приводит своего ребенка на пластическую операцию и говорит, что он мне потом спасибо скажет. Бывают, да, бывают ситуации, когда ребенок сам хочет, чтобы ему сделали ушки, потому что его дразнят, да, то есть он хочет в социуме себя чувствовать комфортно. И сам ребенок 6 лет он лежит под местным обезболиванием, спокойно терпит, потому что это ему нужно. Но когда, то есть а бывает, да, мама приводит, а ребенок счастлив, его никто не драй... Нет. И он столкнулся с агрессией по отношению к нему. Не внушили, его просто дразнят в школе. Это разные вещи. Да, бывает внушают, ты должен сделать уши. А бывает приводит. То есть ребенок не хочет ничего делать, он абсолютно комфортен в этой ситуации, а мама настаивает. Этот момент, на самом деле, он достаточно показывает такую вещь, что на самом деле мы, родители, считаем, что мы вправе делегировать то, как должен жить ребенок, как он должен расти и чем он должен заниматься. И это в остаточном варианте очень часто, ну, достаточно бывают случаи, когда это переходит и в супружеские отношения. Взять, привести человека, я хочу, чтобы ты так вот выглядел. Ну, возьми и найди человека, который так выглядит. Почему должно быть так? Почему должны быть параметры 90-60-90? Почему уши должны не торчать? Почему зубы должны быть не кривые? Почему? Микрофон? Мне кажется, это стандарты какие-то красоты, которые постоянно меняются, к тому же. Совсем недавно было модно одно. Прям негуманно. Кривые зубы. Ну да, вот сейчас бреки, допустим, носят, да? Кривые зубы – это просто патология развития. То есть он в детстве, может, сосал пальчик, когда спал и так далее. Может, внутри утробно там у него что-то и так далее и тому подобное. Может, и нельзя с этим жить? Это же не смертельно. Я могу ответить на твой вопрос. Может быть, его не услышать, но я тебе отвечу. Тут момент такой, что вообще, как бы, людям нужно находиться, то есть в зоне комфорта. Зона комфорта – это что? Это то, что мы знаем. Это знакомо нам по внешнему виду, это знакомо нам по этому, это нам знакомо по этому. Мерседес – человек с достатком. Так одет, занимается этим. То есть, по сути, это позволяет нам заниматься сортировкой в мире и делать этот мир понятным. Поэтому мы стремимся сделать, оставаясь вроде как, с одной стороны, индивидуально. Мы хотим быть индивидуальностями, но с другой стороны, мы хотим принадлежать какой-то картотеке. И вот это вот стремится. Для того, чтобы нас легко было понять и посчитать. То есть, волевой подбородок, да, вкачайте мне сюда что-нибудь, да, поставьте имплант. То есть, если это в социуме сегодня подается как черта, которая позволяет тебе что-то достичь. Часто ведь родители, на самом деле, хотят реализоваться через детей. Они часто хотят реализовать то, что они не реализовали, да. И часто, к сожалению, вот, например, работая сейчас с подростками, я знаете, что я поняла? Все свои комплексы и страхи родители очень сильно впихивают в своего ребенка. То есть, в чем сами они не уверены, они будут все время делать замечания своему ребенку. То есть, они через некоторое время, ребенок рождается с полным ощущением, что он в порядке. Он в порядке, люди в порядке, он вообще не думает, что с ним что-то не так. Он с этим ощущением рождается. Так вот, люди, особенно ближайшие люди, родители, ближайший круг, он начинает убеждать его, что с ним что-то не в порядке. Поэтому все комплексы страхи, я соглашусь, это вообще, это все приобретено. Но в первую очередь, это родители, а только вторично, это уже общество, которое, ну, это и садик, и школа, и все такое. Поэтому, все, что там вы хотите исправить, у своих детей, в первую очередь, вы хотите исправить у самих себя, на самом деле. И создали это у ребенка, чтобы исправлять теперь это у ребенка. когда мы хотим что-то поменять, все-таки надо начинать меняться с себя. Очень часто приходит мама, которая выглядит хорошо, которому не нужно ничего в себе менять. Приходит с детьми, которым там 17-16 лет, и они весят больше 80 килограмм. У них больше комплекс у мамы. Мама говорит, нужно поменять ребенка, нужно там ей похудеть, нужно сбросить. Ребенок приходит в обтягивающих шортах, у нее нет комплексов. Она абсолютно не хочет себе менять, ничего нет. Она мне говорит, я ем на утро свежие огурцы, на самом деле она и там съедает целую сковородку жирного мяса. Мне потом об этом говорят ее родители. У них нет комплексов, они не хотят себе это менять. Ее это полностью все устраивает. Она гуляет также с мальчишками. В принципе, 17 лет ей нужно задуматься. Но вы же берете себе этого клиента? Вы же не говорите, что у вас все в порядке, вы не ожидаете моей помощи. Все дело в маме, все дело в родителях. Это правильно. Учитывая, что мама хорошо выглядит. И самая важная оценка детей, родителей. Не окружающих, даже не сверстников, а именно родителей. Мне кажется, здесь просто ответственность перекладка для ребенка. Да. А как она же кушает, а не создавается условие для того, чтобы она это кушала? И она делает протест. Протест против родителей. Она просто не хочет наделать, можно сказать, на зло. Она не хочет ходить, потому что мама очень хорошо выглядит. Мама худая, папа работает личным тренером в тренажерном зале. Конечно же, тоже выглядит хорошо. Она не ходит ни к папе, она не занимается собой абсолютно. Ей не хочется. Она занимается учебой. Не против, потому что она обижается, потому что она пытается опять приложить, предложить ответственность на маму, сказать маме, ну ты же покупаешь, ты же готовишь. Виноватый в отцам мамы. Вот есть же поговорка, что мужчина, как женился, сразу начинает поправляться. Все, потому что жена откармливает, детей откармливает, всех откармливает. Хоть в каком-то аспекте поговорили про мужчину. Насчет родителей. У меня мама, например, в детстве очень хотела, чтобы я занималась танцами. И постоянно меня туда пихала. Но я не хотела ими заниматься и говорила, что вот я хочу ходить на баскетбол. И до сих пор она меня, вот прошло 10 лет, она меня упрекает тем, что я не пошла на танцы. Еще насчет даже внешности, если говорить. Она говорит, что, например, танцы, если бы ты пошла на танцы, ты бы выглядел намного стройнее, чем ты сейчас. И да. А вот это за вас переживает, когда маму программу видит. На баскетбол пошли, На баскетбол, да, я хожу на баскетбол. Ну, вот насчет родителей, да, то, что они тоже, ну, зависит тоже много от них. Как дети будут относиться к себе в будущем. Ну, вы же сейчас видите, у вас есть доступ в интернет, вы общаетесь с людьми, вы же понимаете, может быть, где-то, что вы не согласны со своей мамой. Это кстати. Ну, да, да, есть такое. Но еще насчет тоже интернета. Сейчас все подростки сидят в интернете. Ну, даже особенно в инстаграме. Вот ты, когда сидишь, листаешь ленту, смотришь на красивых девочек, ты так же хочешь выглядеть. Смотришь там, ну, вот Нага старше девочка, она такая красивая, такая ухоженная, и ты вроде бы хочешь выглядеть так же, как она, но у тебя есть своя индивидуальность. Ты даже комплексуешь иногда, что вот, ты как бы даже не то, чтобы не можешь позволить себе вот эти вот всякие нарощенные ресницы, нарощенные ногти. Вы хотели бы измениться? Свою внешность? Да. Нет, я люблю, ну, я за натуральную внешность. Хорошо. Не люблю все вот это. Что-то изменить, пойти к стилисту, поменять гардеробную. Ну, ты хотела бы. К вопросу, а давайте поменяем мир. Вот наши стилисты, которые здесь есть, могут помочь? Вот сейчас я вам задам вопрос. Почему человек все изменения стремится произвести вовне? Почему он пытается изменить, как бы реализовать свои мечты в детях? Почему он пытается стал взрослым, не в семье, пытается изменить что-то вовне? Почему человек не начинает себя? Почему, почему, почему? Вы знаете, я более 25 лет занимаюсь красотой. Вы знаете, мне все время казалось, что я могу людей, вот, например, я знаю профессионально, как поменять внешнее. Я это все делаю, но бывали клиенты, которые не могут это принять. Я пришла к выводу на тот момент, как бы ты непрофессионально не поменял внешне человека, как бы я профессионально не знала, но если человек не готов это принять, она не будет чувствовать, что это ее, потому что изначально надо менять внутреннее, понимаете? Изначальные перемены должны, и получается, когда межмейкер меняет только внешнее, но не меняет внутреннее, часто бывает, человек совершенно не меняется, поэтому некоторые хотят на самом-то деле, вот что важно для подростков? В первую очередь важно получить уверенность в себе, понимаете? А потом только одеваться, как бы ее я не одела, как бы ее не меняли, да, у нее небольшая уверенность в себе появится, но только какая-то критическая ситуация, кто-то ей что-то скажет или что-то важные люди, у нее самооценка резко упадет, потому что сразу вот это внешнее, она будет верить внутреннему, что и подсказывает, а не то, что она видит внешнее. Почему мы считаем, что менять внешнее выгоднее, эффективнее, чем внутреннее? Почему у нас такая позиция? Я думаю, что на самом деле, потому что мы воспринимаем все-таки глазами, и нам нужна красивая картинка, а все остальные наши там запахи, на слух мы воспринимаем, мне кажется, не настолько тонко, как вот именно зрительно. Мы видим красивую картинку, и кажется, что ну все, вот это предел, это предел совершенства, это то, что вот я хотел. Ну, Татьяна, то, что вы говорите, это хорошо, да, то, что внутреннее мир поменять, но жизнь, она такая огромная, скажем так, да, и вот эти моменты там в 20 лет, в 30 лет, в 40 лет, ценности меняются, и человек меняется, именно и внешне меняется, и внутренне меняется, кто-то становится мудрее, и вот эти моменты, я не знаю, это постоянно контролировать, и думать то, что, ой, я внутренне должна быть, ну, там, чиста, мои мысли должны быть всегда позитивны, а так не бывает. Меня удивительно вот поразил тот момент, до передачи мне говорили, никто ничего не скажет, ни правду, ни полправды. Тут я от разных специалистов... 13 делали мы или нет? Нет, не в этом плане. Здесь присутствуют специалисты, которые занимаются внешностью, которые зарабатывают с помощью этого деньги, и при этом каждый из специалистов высказал одну и ту же мысль, что, как бы, неограниченное стремление к услугам того или иного специалиста это недостаток каких-то внутренних резервов, каких-то внутренних принципов, каких-то внутренних стремлений. И каждый из специалистов считает, что без общения с человеком, без понимания человека, его работа теряет смысл. То есть она имеет смысл в начале, когда ты становишься специалистом. Но когда ты это делаешь уже хорошо, и когда... Ты начинаешь думать, а для чего я это делаю хорошо? И вот с этого момента каждый из специалистов сказал, что это делать необходимо для того, чтобы пока это время, пока это действие происходит, у меня была возможность как бы... соприкоснуться с тем миром, который есть у человека, и постараться не изменить его, не дорисовать, а постараться просто вот как вот есть лом, есть моток проволоки, подключили электричество, получилось магнитное поле. То есть, чтобы возникло поле, в котором и специалист, и человек, который пришел к нему, могли получить какие-то изменения внутренние, получить какие-то внутренние ценности, какой-то внутренний заряд. Для меня это вот удивительно. Для меня вообще, как бы, то, как человек выглядит, это то, как он живет. То есть, вообще, мужчина, если он себе в зеркало не нравится, то ему нужно понять, значит, что-то в его жизни происходит не так. То есть, если человек приобретает ту внешность, которая ему импонирует, значит, жизнь у него складывается должным образом. Наша жизнь, она влияет на нашу внешность. Поэтому, как бы, нет, не собирался... А внешние факторы? А внешние факторы же, они... Нет, я понимаю, что если меня посадят в тюрьму, и мне, как бы, из этих условий не выбраться, да, то есть, это вынуждено, если начнется война, или еще, если начнется какая-то эпидемия, то есть, ты попадаешь в условия, в которых ты не хочешь находиться, это одно. Но, с другой стороны, человек в течение своей жизни, если она достаточно свободная, он все равно обрастает тем, что удовлетворяет его ценностям, его комплексам, его слабостям, то есть, то, что позволяет всему этому цвести. Андрей Владимирович, пусть чувство вкуса вас не покидает, пусть каждая сделанная вами операция принесет счастье пациенту и поможет изменить его жизнь к лучшему. До скорых встреч! Всего доброго! Сегодня в гостях у нас человек, который... Давайте вообще потом у себя пихим. Да ладно ты, господи! Ой, вообще был шикарный дубль. Вы кто? До скорых встреч! А вот у меня... А вот нет! А вот нет!